Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Много историй Я был впечатлен ювелирными украшениями, коллекциями Все, что там было просто невероятно красиво Мне очень понравилось Давайте я налью вам чай Спасибо А что вы думаете вообще о России? Насколько русский менталитет Отличен от американского И действительно ли Вот те законы, о которых вы пишете Они применимы здесь, в России? Я буду в России достаточно долгое время Я всего пару дней в Москве И уже поучаствовал В нескольких замечательных программах, как это Конечно, мне нужно узнать опыт страны Но могу сказать, что люди Везде люди И закон притяжения работает здесь так же, как в Штатах Как и в любом другом месте на планете Вы бесспорно легендарная личность 20 лет назад вы бездомный А сейчас Один из самых успешных людей Как так все получилось? Как так началось? Бездомный и вдруг бац Успех, богатство Закон притяжения, которому я учу сегодня Я нашел в книге, выпущенной аж в 18-м столетии И я взял ее в простой библиотеке Многие авторы на меня повлияли Например, автор той книги, которую я прочитал первой И в которой я и открыл закон притяжения Эта книга называлась «Вибрация мысли» Ее написал Уильям Уокер-Аткинс Другая книга, которая оказала на меня сильное влияние Трансформация Люка Рейнхарта Третья книга, которая повлияла на меня Это «Магия веры» Клода Бристоля Кто-то из вас читал хотя бы одну из этих трех книг? Несколько человек Все эти книги повлияли на меня Я рекомендую их каждому из вас Книга «Магия веры» о том, что если вы верите во что-то Вы можете привлечь это в свою жизнь Я бы хотел, чтобы вы знали, что в определенный момент своей жизни Я был бездомным, в абсолютной нищете Я не всегда был столь успешным человеком, которого вы видите сейчас Я боролся за жизнь Я умирал от голода, у меня была депрессия, я был абсолютно несчастен И когда я открыл закон притяжения, моя жизнь начала меняться немедленно Я ничем не отличаюсь от вас Я сделал это открыть и начал его использовать, и моя жизнь изменилась И сейчас я путешествую по всему миру и встречаю таких замечательных людей, как вы Я могу покупать себе игрушки, такие как коллекции автомобилей или коллекции гитар Сейчас я могу заниматься многими замечательными вещами Например, я начал движение, чтобы в Америке больше не было бездомных Я вообще считаю, что нет никаких ограничений в жизни Вообще никаких ограничений Как возникло желание поделиться найденным, поделиться этим опытом? Ведь многие знают, но не хотят или не могут отдать, поделиться Я хочу помогать людям Чем большему количеству людей я смогу помочь, тем счастливее будет наша планета Я хочу помогать людям в Москве, людям в других странах Люди не должны страдать Я хочу, чтобы вы начали это делать прямо сейчас Чтобы вы начали представлять себе то, чего вы хотите в жизни прямо сейчас Представьте, что у меня есть волшебная палочка, и я исполню три любых ваших желания Все, что вы должны сделать, это назвать эти три желания Возьмите бумагу и начните писать, чего вы хотите в своей жизни Не обязательно это кому-то показывать Это ваш секрет Думайте глобально, не думайте в рамках предложенного Все, что угодно, никаких ограничений Каковы будут эти желания? Думайте, как сильный волшебник, а не как маленький ребенок Не забывайте, что я как раз и есть этот волшебник, который осуществит эти три ваших желания Но я не могу осуществить никаких желаний до тех пор, пока вы не скажете мне, какие они Например, если вы скажете мне, Джо, я хочу больше денег Хорошее желание? Как вы думаете? Почему нет? Если вы хотите больше денег, я могу дать вам один рубль И вот ваше желание исполнено У вас больше денег Поэтому вам необходимо быть точными, сколько именно денег вы хотите Если вы говорите, я хочу другую машину То старая развалина, это тоже другая машина Поэтому необходимо уточнить, какую именно машину вы хотите Вы понимаете, как это работает? Поэтому, когда вы записываете свое желание Вам необходимо быть точными, чтобы кто-то мог их исполнить Хотите быть успешными? Да? Да? Вы верите в то, что это возможно? Да? Хотите ли вы более счастливую жизнь? Да? Не желайте себе тысячу коробок жвачки Проверьте, принесет ли то, чего вы желаете перемены в вашу жизнь В жизнь вашего окружения, вашего общества Будьте честными с собой относительно того, чего вы хотите Не пытайтесь себя обмануть, говоря, я хочу чего-то Хотя на самом деле вам кажется, что это просто должно у вас быть То, чего вы действительно хотите, сделает вас счастливым И людей вокруг вас Был учитель в Соединенных Штатах, который говорил, когда вы ставите себе цель Убедитесь, что она помогает еще как минимум трем людям Когда вы осознаете то, что ваше желание может помочь как минимум трем людям, вы поймете, что это, по большому счету, разница для целого мира Будьте действительно внимательны со своими желаниями Когда вы записываете свои цели, убедитесь, что это исходит из вашего сердца Что это помогает другим людям Ваша консалтинговая компания помогает многим фирмам организовать, выстроить их бизнес Может быть, ваше знание надо тоже развернуть в какое-то коммерческое русло, сделать какое-то свое предприятие У всех свой путь Я думаю, знание маркетинга и бизнеса Это основное, что я могу дать людям Моя задача помочь другим построить бизнес Если я смог, смогут и другие У вас докторская степень по метафизике Вы занимаетесь целительством по методу Цигун Вы сертифицированный гипнотизер Не много ли для одного человека? Я не верю ни в какие ограничения для меня, для вас, для ваших зрителей, для всех Единственное ограничение – способ мышления Меняя наши мысли, мы меняем нашу жизнь Нет ограничений Я хочу вам рассказать о моем секрете продуктивности Потому что это как раз о том, что вы можете делать и что вы разрешаете себе Люди мне задают вопросы, каким образом я успеваю делать так много Я написал 30 книг, я сделал 12 фильмов У меня много DVD, которые мы делаем с Марком вместе У меня куча аудиопрограмм И люди спрашивают меня, как я могу все это делать И как вы, наверное, понимаете, чем выше ваша продуктивность, тем больше денег вы можете к себе привлечь Если разрешите себе хотя бы немного того, о чем я сейчас буду говорить Вы сможете притянуть такую степень богатства, которая больше, чем вы представляете Там мне позвонила продюсер «Секрета» после того, как она прочла мою книгу «Фактор притяжения» И задала вопрос, готов ли я принять участие в фильме, который она только планирует делать Но практически никто не знает о том, что я делал до этого звонка Когда я это переживаю заново, у меня мурашки бегут по телу Я был в небольшой группе людей, 5-6 человек Когда я вошел, я сказал Понятия не имею почему, но я хочу сняться в фильме И я просто произнес это всем этим людям, абсолютно не представляя себе, как это делать Когда у меня не было никакого опыта съемок и никаких связей в этой сфере Для большинства людей это означало бы, что это в принципе невозможно Я задекларировал свое намерение и просто отпустил его Я даже ничего не делал, никаких телефонных звонков, я не писал писем Ни одного вопроса друзьям Может вы кого-то знаете в киноиндустрии? Я просто задекларировал свое намерение, отпустил его и продолжал жить своей жизнью Через несколько недель Ронда Берн позвонила мне и задала вопрос относительно фильма «Секрет» Много лет назад мне хотелось найти издателя, который бы публиковал мои книги И все происходило примерно так же Я сидел в небольшой комнате со своими друзьями И я сказал им, я хочу, чтобы у меня был издатель, который будет публиковать мои книги Я сказал это моим друзьям, и они поддержали меня И я отпустил это Я вообще ничего не делал Никаких телефонных звонков, я опять не писал никаких писем Я просто продолжал жить обычной жизнью И вот однажды утром я получил имейл И оказалось, что этот имейл от самого крупного издательства в Америке В письме издатель писал Я слышал о ваших книгах, я бы хотел их публиковать Заинтересованы ли вы в этом? Как вы думаете, что я ответил? Это издательство опубликовало 9 моих книг Включая фактор притяжения, ключ, руководство к жизни, которые вам забыли выдать при рождении 7 забытых законов успеха и жизнь без ограничений И вот сейчас я даю вам этот ключ к своей продуктивности У меня есть два способа осуществления своей задачи Первый способ, когда я делаю это сам Вечером я сажусь и пишу список дел на завтра Я записываю, что я собираюсь сделать на следующий день Это может быть проснуться и провести тренинг в Москве А может быть позвонить репортеру в 10 утра А может быть сделать рассылку по имейлам Это те вещи, которые я собираюсь сделать И я записываю их, чтобы действительно выполнить Но также вечером я составляю другой список Это список задач для Вселенной И в этом списке я могу написать, к примеру, что хочу попасть в кино Или что я хочу найти крупного издателя для своих книг Это мои просьбы для Вселенной Я прошу, чтобы Вселенная это сделала для меня Итак, у меня два списка Один для себя, второй для Вселенной Я составляю их каждый вечер А потом ложусь спать И я верю, что Вселенная поработает с моим списком Ну а я, естественно, поработаю со своим И это в тот момент, когда действие по вдохновению становится очень важным Потому что когда мне кто-то звонит Или я получаю e-mail Я понятия не имею, кто это и откуда Именно это может привести к тому, что полностью поменяет мою жизнь Очень важно понимать, что когда мне позвонила Родна Берн Я не имел ни малейшего понятия, кто она такая И я мог вообще просто проигнорировать ее Я мог сказать, что мне неинтересно Но мое вдохновение подсказало мне, что я должен идти за ней И делать то, что она предлагает То же самое произошло с тем издателем, который прислал мне e-mail На самом деле я не сказал вам, что этот e-mail пришел тем утром Когда я собирался лететь в Италию И проще всего его было просто проигнорировать В конце концов я вообще был занят Я собирал чемоданы, нужно было ехать в аэропорт Но вдохновение мне подсказало Ответь на этот e-mail И я совершил действие по вдохновению и написал ответ И как результат я получил самый крупный издательский контракт за всю мою жизнь Мой секрет продуктивности в том, что я делаю что-то И позволяю Вселенной сделать все остальное С одной стороны у меня мой список дел С другой список дел для Вселенной Если вы не знаете, как воплотятся какие-то из ваших идей Отдайте их Вселенной Вам не обязательно знать, как этого достичь Когда к вам приходит что-то, что вас вдохновляет Поместите это в свой список задач И сделайте это И это именно тот способ, благодаря которому мне удалось стать таким успешным И достичь столь многого Тема многих ваших книг Закон притяжения Думаю, как раз эта тема больше всего интересна нашим зрителям Как работает этот закон? Я рад, что вы интересуетесь именно этим Потому что все, что вы имеете в жизни Это то, что вы притягиваете И даже то, что вы не хотите, вы притягиваете Даже если вы не знаете, как работает этот закон Я учу людей пользоваться им, чтобы создавать для них лучшие жизни Большинство из нас чего-то хочет Многие даже мечтают об этом искренне Но не у многих получается Что мешает воплотить наши мечты в реальность? Люди не понимают, как работает их разум То, что они должны выучить Это как использовать закон притяжения, чтобы изменить их мысли Направляя внимание на то, что они действительно хотят И может быть люди не знают, какие есть книги, семинары и программы Как это Так происходит И на это влияет наш опыт Наше воспитание Наши родители, наша страна У нас происходит стимул И реакция Это было открыто давным-давно Как раз вашим соотечественникам Павловым Мы привыкли думать, что нам нужна машина Нужны деньги Отношения И это Заставит нас чувствовать себя Хорошо Если у меня достаточно денег Я буду чувствовать себя хорошо Если у меня отношения Отличные Я буду чувствовать себя хорошо И тут как раз То, о чем говорил Джо раньше Поблагодарите Бога за неотвеченные молитвы За то, что некоторые из наших желаний Не были удовлетворены Ведь так часто происходит, что мы хотим отношений И вот они у нас появляются И мы думаем Да нет, это совсем не то Чего хотелось И в этот момент Чувствовать себя хорошо совсем не получается Потому что Отношения совсем не те, каких мы хотели А теперь перемножьте это тысячу раз И примените это ко всему В своей жизни Вот это мне хорошо Что впоследствии создает счастье Но мы Никогда не достигаем Этого И все это Временное решение Это не ключ К тому, чтобы достичь Состояния счастья Машина стареет Денег недостаточны И отношения заканчиваются И вы всегда в поиске Ищите новый стимул Чтобы стать счастливым Это ложь Это то, к чему нас приучили Вас научили говорить по-русски Но если бы вы выросли в Соединенных Штатах Вы бы говорили по-английски Это означает то, что вас этому научили А раз так То можно научиться чему-то другому Все то, к чему нас приучили Это Все наоборот На самом деле Когда я получаю машину Я счастлив очень недолгое время Поэтому решение не в этом Когда вы в состоянии медитации У вас чувство достижения желаемого Процесс направлен на то Чтобы почувствовать счастье Не имея Машины Денег и отношений Я не говорю, что эти вещи Не могут сделать тебя счастливым Хотя бы временно Но это просто наша убежденность в том Что чтобы чувствовать себя счастливым Все это нужно иметь Я и Джо верим в то, что мы рождены счастливыми Это наше естественное состояние Мы учим, что счастье Это не краткий момент Это процесс Это испытывание счастья Это постоянное состояние Это настоящее чувство счастья Растянутое во времени Счастье Это продолжающееся действие И это разница между тем, что я даю тебе этот маркер Или я даю тебе любовь Я продолжаю давать тебе любовь Это разница между одноразовым действием и постоянным процессом Принято спрашивать Почему ты такой счастливый? В чем причина? Мы говорим вам Что если вы позволите этому происходить Просто Впустите счастье В свою жизнь То вот эти вещи Они сами собой Произойдут Чем больше вы позволяете себе Это чувствовать Чем больше вы проявляете этого вне Тем сильнее это состояние И тем больше этого будет А вовсе не наоборот Первая часть Это изучение закона притяжения И мы возьмем это знание И увидим Как замечательно оно совмещается с учением Джо Жизнь без ограничений Как вы думаете Чем отличается мировоззрение неудачника От мировоззрения успешного человека? Человек Который верит в себя Кто верит что деньги это хорошо Я заслужил их Я знаю как помочь людям Такой человек будет более успешным Чем тот кто думает что деньги это плохо Я не заслужил их И я не знаю как это делать Один из репортеров на днях Задал мне вопрос Если вы собираетесь подписать контракт Но у вас есть ощущение Что этого не стоит делать Что вы делаете? И я ответил Следовать своему сердцу Собственной интуицией Ваша интуиция это то К чему стоит всегда прислушиваться Она всегда приведет вас к безопасному способу А что если это означает что я потеряю много денег? Вы должны верить что вы получите новую возможность заработать еще больше Другими словами интуиция хочет вас защитить И к ней стоит прислушиваться Чем больше вы к ней прислушиваетесь Тем больше вы получаете возможностей У меня вопрос следующее В чем разница? Как отличить? Как провести в эту дифференциацию Собственной интуиции И своего подсознания? Как понять? У тебя подсознание будет? Не надо выходить туда? Вернее И твоя интуиция Или тебе подсознание ставит блок? Интуиция Это светлое, теплое чувство в районе сердца А внутренний блок Ограничение Это неприятное, беспокоящее чувство из головы Поэтому если вы пытаетесь что-либо притянуть И вы чувствуете беспокойство То скорее всего это ваш внутренний блок Однако если где-то в районе собственного сердца Вы чувствуете, что вам просто не надо этого делать Это не неприятное ощущение То скорее всего это интуиция Один из постулатов закона притяжения Это благодарность Благодарность это самая простая, сильная и мощная сила Чтобы изменить вашу жизнь Вы должны посмотреть на себя И сказать, что вы благодарны за все Это может быть просто за то, что вы есть на свете За ваше здоровье, за семью, за крышу над головой Благодарность начнет менять всего вас Чтобы привлечь больше того, за что можно быть благодарным Сейчас я скажу вам о ключевом секрете Как притягивать все в свою жизнь Большой секрет в том, чтобы ценить и быть благодарным За то, что есть у тебя уже сейчас Чем больше ты ценишь то, что есть у тебя сейчас Тем больше ты притянешь Одна из тех вещей, которую я всем вам рекомендую сделать Это написать пять вещей За которые вы благодарны И поделиться этим с другими людьми Благодарность один из самых сильных способов Трансформировать свою жизнь Остановись и оцени то, что у тебя есть уже сейчас И тогда продолжай двигаться и привлекать больше И это главный секрет Я упоминал, что я был в абсолютной нищете годы тому назад Я слышал, что такое сила благодарности Но мне казалось, что мне не за что кого-либо благодарить Как только я начал экспериментировать с поиском чего-то, за что я могу быть благодарным Уже сейчас моя жизнь начала меняться И к настоящему моменту моя жизнь трансформировалась И все это начинается с благодарности за то, что у тебя есть уже сейчас Также вы говорите о беспристрастности И еще одной силе, силе прощения Прощение это еще один хороший инструмент в достижении своих целей Которые каждый должен делать Потому что все отрицательные эмоции, которые мы держим в себе Они мешают циркулировать энергии Нужно высвобождать эту энергию, чтобы привлекать больше удачных вещей А всегда ли можно простить? Ведь очень много таких бывает ситуаций, когда невозможно даже представить Что ты можешь простить человека Я не знаю, например, преступника, который сделал нечто для страдания близких людей Вы должны простить его Я не говорю, что это просто Но вы должны заглянуть в свое сердце И найти там любовь для всех Включая самого себя, включая людей, которых вы считаете своими врагами Когда ты делаешь это, твоя жизнь полностью меняется Итак, прощение это очень важный этап Что дальше? Прощение это один из центральных моментов закона притяжения Дальше нужно знать, что делать Большинство людей не знают, чего они хотят И какие шаги нужно предпринимать Для того, чтобы все это привлекать в свою жизнь Хотите формулу из пяти шагов для привлечения чего бы то ни было в свою жизнь? Я вам не верю Вам ничего не надо Ничего не слышу Вы хотите узнать что-то новое? Думаю, что да Хорошо Хорошо Ладно Шаг первый Знай, чего ты не хочешь Сейчас я попрошу вас сделать список тех вещей, по поводу которых вы жалуетесь Но вот о чем вы жалуетесь Откройте ваши блокноты, если вы еще не сделали этого до сих пор И подумайте о тех вещах, на которые вы жаловались всю свою жизнь на этой неделе и конкретно сегодня Это как раз то место, где начинается закон притяжения Большинство людей находится здесь с жалобами Я бы хотел, чтобы мы вышли за пределы этого Очень важно обнаружить, в каком месте вы начинаете жаловаться Для того, чтобы начать достигать того, чего вы хотите на самом деле Прямо сейчас Оставьте список У меня недостаточно денег У меня болит спина Мне не нравятся мои отношения Мне не нравится температура в комнате Я-то сейчас, конечно, их просто выдумываю Но вы напишите, пожалуйста, все свои жалобы Люди обожают жаловаться Это как раз отличная возможность Запишите все ваши жалобы в ваши блокноты Итак, второй шаг Это превратить свои жалобы в намерения Сейчас посмотрите на все те жалобы, которые вы записали И переведите их в намерения Таким образом, если ваша жалоба была, что у меня недостаточно денег Что будет прямо противоположным У меня более чем достаточно денег Таким образом, вы превращаете жалобы в утверждение намерения В желание Задача, чтобы перевернуть жалобу В намерении того, чего вы на самом деле хотите Вот это маленькое превращение Очень мощная вещь Нам нужно понять, как работает мозг Вы получаете то, на чем сосредоточены А поэтому, если вы сосредоточены на том Что я не могу получить визу У меня недостаточно денег То что вы получите в итоге? Вы видите отказ Вы видите проблему И не видите решения В тот момент, когда вы ищете намерения Глаза начинают видеть по-другому И вы начинаете замечать возможности, которые есть вокруг вас Вы готовы к третьему шагу? Третий шаг Это мое личное открытие И я не поверю, если кто-нибудь мне скажет, что вы об этом уже слышали Я называю это отчистись Помните, чуть раньше я говорил о сознании и подсознании Помните? Получается так, что сознание остается на уровне намерения А подсознание А подсознание остается в противоречии Это противоположность намерения То есть, в сознании есть намерения А подсознание сосредоточено на противоположном намерении И скорее всего, мы притягиваем противоположное намерение То есть, третий шаг состоит в том, чтобы очиститься от противоположных намерений собственного мозга Как мы это делаем? Один из способов очиститься Это просто осознать те самые убеждения, которые находятся в нашей голове Осознание – невероятно важная штука Мы получаем выбор Жить с этими убеждениями или отпустить их Один способ очиститься – это осознать Второй способ – это медитация Спокойное, расслабленное состояние Когда ты входишь в него, твое тело и разум расслаблены Ты можешь творить чудеса Когда вы попадаете в это состояние гармонии Наиболее сильная вещь, которую вы можете сделать Это взять что угодно, чего вы желаете в это состояние Вот вы говорите, что хотите больше денег Когда вы входите в это состояние, где все остальное растворяется В это состояние покоя Вы просто представляете себя уже с этими деньгами Что у вас уже есть эти деньги Это окно во Вселенную Вы входите в это богатство Это замечательно Это огромная возможность То есть, когда вы медитируете, вы входите в это состояние Со своими мечтами и желаниями, уже осуществленными У вас уже есть деньги Все уже сбылось Обязательно медитируйте и представляйте это Это очень мощный способ Он действительно действует Но у меня есть волшебный четвертый шаг Четвертый шаг я назвал Это американское слово Нивелизация вашей цели Это слово произошло от имени автора Нивил Годдард Нивил учил, что вы можете получить все, что захотите Если сначала представите себе конечный результат Это самый замечательный инструмент закона притяжения, который когда-либо был открыт Итак, как он работает? Вы представляете себе, что вы уже переживаете то состояние, в котором ваши цели достигнуты Если вы хотите иметь больше денег, нужно представить себе, что у вас уже есть эти деньги И что вы чувствуете в этот момент Это то, что я называю нивелизацией цели Это совсем не то, к чему привык наш мозг То, что вы делаете Это создаете свою будущую реальность прямо сейчас Вы входите в состояние медитации И когда вы расслаблены Когда окно во Вселенную открыто Вы представляете, что у вас уже есть то, чего вы желаете И то, в чем состоит ваше намерение То есть исполнение вашего желания Оно не в будущем Оно прямо сейчас уже произошло Посмотрите на список, который вы составляли Где три желания Выберите одно из них И когда вы войдете в состояние медитации Представьте, что оно Не в будущем Оно воплощено И прямо сейчас И вы переживаете это Сегодня Да, я хотел задать вопрос Если желаемое состояние уже было в прошлом Ну, в примере с гольфом, когда человек уже забивал мяч Можно ли не представлять, а вспоминать, как это было? В нейролингвистическом программировании Это называется состоянием якоря Это состояние находится в памяти И ты возвращаешься в прошлое Уже в тот момент, когда это желание исполнилось И вот пока вы в этом состоянии Начинайте думать, что вы хотите достигнуть нового Это состояние из прошлого Можно использовать, чтобы напомнить себе, как это проявляется Методика, которую мы с Джо вам сейчас дали Это рецепт торта И ваша задача Определить его вкус Какой вкус вам нравится больше И возможно, это не один вкус А сочетание нескольких разных Это хорошая мысль, и я сам часто так делаю Давайте повторим Первый шаг Это записать свои жалобы То, чего вы не хотите Второй шаг Это превратить все свои жалобы в намерения Цели Третий шаг Чтобы очиститься от противоположностей намерения Четвертый шаг Который я называю нивелизацией своей цели Он состоит в том, чтобы почувствовать Пережить и испытать То состояние, когда твоя цель уже достигнута А пятый шаг Это нечто такое, о чем большинство из вас не хотят слышать Потому что нужно что-то делать Американцы хотят, чтобы в их жизни чудеса происходили сами собой Чтобы они просто сидели, а происходили чудеса Итак, пятый шаг состоит в том, чтобы предпринять действие, которое вас вдохновляет Не просто действие Это действие, которое пришло от вашей интуиции Когда вы вдохновлены, у вас возникает желание действовать Не важно, что это Сделать звонок, прийти на семинар, купить книгу Тогда происходит действие по вдохновению Это действие из интуиции, не из головы Вы сначала чувствуете это, а потом делаете После того, как вы сделаете все эти шаги Пятый шаг предпринять что-либо, о чем вы не думали раньше Что особенно важно, по-настоящему важно Что вы все-таки совершаете это действие, которое вас вдохновляет Вам нужно участвовать в законе притяжения посредством действия Действие не должно быть выматывающим Тяжелым, вам нужно просто совершить то, что вас вдохновляет Все пять шагов, взятых вместе, это то, как практиковать закон притяжения в вашей жизни Это магическая формула Я использую ее больше 20 лет Я учу, как использовать ее в моих книгах, аудиозаписях и на таких вот семинарах И вот, зная эти свои шаги, осознавая их, пробуждаясь, что ли Человек может привнести, привлечь в свою жизнь то, что захочет Например, даже долгожданный миллион Нет никаких ограничений Почему бы и не миллион долларов Почему бы и не больше, чем миллион долларов Это зависит от того, во что вы верите Упражнение называется «А что, если думать о большем?» Это будет увлекательный процесс Вы будете думать о своих целях изобильно Мы ускорим процесс притяжения Как вам нравится мысль о том, чтобы ускорить? Да? Да? Хорошо Хотите поднять уровень энергии вверх? Этот способ мышления работает примерно так Большинство из нас думают «А что, если не получится?» Другими словами, приходит какая-то идея И сразу мысль «Нет, у меня это точно не получится» Если вы думаете «Что, если не получится?» Вы думаете негативно То, что вам действительно нужно Это «Что, если думать о большем?» Это значит позитивно То есть у вас появляется идея И вместо того, чтобы думать, что это не для меня, не сработает Думаете, как это будет работать для вас При способе мышления «А что, если не получится?» Вы находите причины, почему этого не должно произойти При мышлении «Что, если думать о большем?» Вы видите возможности, пути, как это воплотить При способе мышления «Что, если думать о большем?» Вы находите серьезные причины, благодаря которым это точно получится Дайте мне пример, что вы хотите привлечь в свою жизнь Что угодно Виза? Ладно, поговорим о деньгах Большинство людей говорят «Да, я хочу иметь больше денег, но не знаю, как» Это пример мышления «Что, если не получится?» Мышление «Что, если думать о большем?» Выглядело бы следующим образом «А что, если мне просто дали бы денег?» «А что, если денег мне дадут семья или друзья?» «А что, если я выиграю деньги?» «А что, если кто из Америки пришлет мне денег?» «А что, если Марк даст мне денег?» «А что, если деньги мне придут в конверте?» «Просто из ниоткуда» «Все, что вам нужно сделать, это представить разные способы получения денег» «Совершенно не заботясь о том, реально ли это или возможно ли в принципе» «Вы просто играете с возможностями» «Вы открываете свой разум к любым возможностям» «Вы убираете скептицизм, убираете неверие» «Это может звучать глупо, очень странно» «Но просто поиграйте в эту игру» «Таким образом вы открываете свой разум для изобилия» «Который обязательно придет» «Позвольте мне рассказать, что происходит с разумом» «В нашем мозгу есть два способа мышления» «Один из них – индуктивный способ мышления» «Второй – дедуктивное мышление» «Несколько дней назад у нас была экскурсия по Кремлю, мы были в музеях» «И я смотрел на историю русского народа через музей» «И мне стало намного понятнее, почему люди в Москве и в России думают определенным образом» «Через всю вашу историю вы воевали с другими странами» «Другие страны нападали на вас» «На протяжении большого количества лет вы были в состоянии конфликта» «И ваше мышление пошло по одному пути – индуктивному, но очень затратному» «Что мы должны делать, если нас атакуют?» «Что сделать, чтобы защититься от конфликта?» «Мышление, что сделать, если на нас нападут?» «Что если это случится?» «Как нам построить оборонительные сооружения на случай войны?» «Что если они перелезут через Кремлевскую стену?» «Что если они взломают ворота?» «Таким образом, мозг, чтобы защитить себя, начинает думать именно так» «И не только мозг одного человека, народа в целом и великолепно этим овладевает» «А поскольку каждый из нас начинает думать так, это приводит к тому, что все общество начинает думать так» «К сожалению, мышление, что если не получится, мы используем для продумывания защиты» «Это очень полезно в одном случае и совсем бесполезно в другом» «С одной стороны, ваш мозг имеет вот такое индуктивное мышление» «Но ваша задача – научиться думать таким образом о других вещах» «Что если они не нападут?» «Что если мы будем жить в мире?» «А что если у меня будет больше денег, и я смогу больше путешествовать?» «А что если мой муж или жена будут обращаться со мной лучше?» «Но и на более глобальном уровне?» «А что если мир вообще будет спокойнее?» «Что если мы будем дружить, а не воевать?» «И сейчас мы начинаем связывать процесс, что если с расслаблением» «Дам такой пример» «Сейчас мир входит в эпоху, когда заканчивается нефть» «Раньше не нужно было бурить глубоко» «Достаточно небольшого бурения, и нефть уже бьет фонтаном» «Но что происходит сейчас, когда выкачали всю нефть отсюда?» «Что делают дальше?» «Ведь мир хочет все больше нефти» «Начинают бурить глубже, и обнаруживают огромные запасы ниже» «Если мы будем сфокусированы на одном вопросе в течение долгого времени, то выйдем на куда более глубокий уровень понимания и вдохновения» «К примеру, мы с Джо работаем над новым проектом» «У нас есть идея, она пришла быстро, это просто» «Мы продолжаем сосредотачиваться на этой идее» «И обычно мы уходим глубже, и тогда появляется что-то более значимое» «С другой стороны, это работает прямо так, то есть выглядит следующим образом» «Мы все время говорим, да, я знаю, я знаю» «Если мы применяем технику, что если думать о большем, и уходим все глубже, 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 то мы обнаруживаем за этим, я знаю, что-то более важное, чего мы не знаем» «Я призываю вас к следующему, возьмите систему убеждений, которая у вас уже есть, то, что вы знаете или думаете, что знаете, неважно, хорошее или плохое, примените этот процесс, спуститесь чуть глубже, и я вас уверяю, что обнаружите куда более глобальные вещи» «Когда мне было 19-20 лет, я знал все, сейчас в 49, я понимаю, что не знаю ничего, но раньше я все время говорил, я знаю, я знаю, чем больше я делаю это упражнение, тем больше я обнаруживаю скрытых слоев, и я уже не настолько уверен, что то, что я считаю истиной, истиной и является» «Если я ловлю себя на том, что говорю, я знаю, я знаю, это знак задать себе вопрос, а что я не знаю» «Стоит посвятить этому время, неважно, бизнес это или отношения, просто задайте себе этот вопрос, если позволяет время на протяжении нескольких часов, и получайте удовольствие от такого обилия идей, которые приходят при этом процессе» «Сейчас о сложной теме, о мировом кризисе, который, в общем-то, коснулся, наверное, каждого из нас, поэтому давайте я вам подолью еще чаю» «Конечно, для многих это крушение планов, это крушение действительности, это крушение бизнеса, то, что притягивалось годами, исчезло вмиг» «Что это значит, что сами люди навлекли на себя, притянули к себе эти проблемы, или есть факторы, над которыми мы невластны» «Во-первых, да, каждый привлек это в свою жизнь, во-вторых, это хорошая новость, это дар, это означает, что люди могут делать то, что они любят» «Большинство людей, которые потеряли свою работу, потеряли бы ее в любом случае» «Сейчас настало время для них посмотреть, что они любят делать, и начать заниматься именно этим» «Я ношу вот такой символ, на котором есть надпись» «Я хочу обратить ваше внимание на слова, которые вы произносите, не конкретно сегодня, вообще на протяжении всей своей жизни» «Хочу научить вас новому слову» «Это слово – благострофа» «Благострофа» – это противоположность к катастрофе «Вместо того, чтобы искать в жизни негативное, нужно видеть в ней позитивное» «Чем больше вы замечаете хорошего вокруг себя, тем больше вы сумеете притянуть это хорошее в свою жизнь» «Я обычно очень хотел, чтобы ваше сознание было настроено на благострофы» «Как много людей верит, что прямо сейчас происходит чудо?» «Прямо сейчас это чудо» «Не чудесный ли это момент?» «Мы делимся друг с другом» «Мы все создаем что-то новое, хорошее в жизни» «И мы все это делаем с замечательными людьми, как она и он» «Вы пишете о том, что у многих людей есть блоки» «Блоки, которые препятствуют притяжению успеха, притяжению денег в частности» «Как их устранить?» «Во-первых, вы должны признать, что такие блоки у вас есть» «Большинство людей об этом даже не задумываются» «Главный блок в том, что люди думают, что иметь деньги – это плохо» «И раз это плохо, они это отталкивают» «Если они изменят свои установки, что деньги – полезный инструмент» «Деньги обязательно полюбят их» «Вот один из способов сделать это» «Просто обратите внимание на свои мысли» «Одна из тех вещей, которые вы должны четко понимать» «Это то, что у нас есть сознание и подсознание» «Все наши убеждения находятся в подсознании» «На уровне сознания мы можем сказать» «Да, я верю в то, что могу привлечь миллион долларов» «Но подсознательно мы можем считать, что лично для меня это невозможно» «Но привлечем-то мы только то, что в подсознании» «И когда вы говорите, что в вашей жизни происходят вещи, которых вы не хотели» «Сознательно» «Но подсознание в них верило и желало» «Фильм «Секрет» буквально взорвал аудиторию, в том числе и аудиторию российскую «Принесел своим создателям и в том числе вам мировую известность» «Выходит, что поделившись секретом, вы создали отличные условия и для своей жизни» «Я сделал это, подтверждая, что секрет работает» «Фильм «Секрет» был сделан женщиной, у которой не было денег «Она использовала секрет, чтобы сделать фильм» «Я, кто был одно время бездомным и используя секрет, написал бестселлеры, путешествуя по миру и помогая людям, таким как вы, в Москве» «Это потрясающе» «Получается, что секрет – это отличный маркетинговый ход» «Сейчас на книжных полках появилось множество книг с похожими названиями, с похожими рецептами, целая индустрия а-ля секрет» «Так и есть» «Но это огромная индустрия, потому что это то, чего хотят люди» «Маркетинг не может заставить купить» «Маркетинг говорит, у меня есть книга или чашка чая, которую я могу продать» «Человек говорит, я хочу это» «Факт в том, что люди хотят знать всю эту информацию» «Они внутри испытывают жажду знаний» «Как они могут быть счастливы», «Как быть здоровым и сильным» «И мои книги, как и другие, направляют их» «Кстати, большинство таких книг написали соавторы, соавторы секрета» «Вы общаетесь с ними? Как складывается их судьба» «Сейчас мы дружим с большинством из них» «Когда снимался фильм, я знал одного или двух из 24 человек, которые были заняты в нем» «Я принял участие, потому что написал книгу, которая называется «Фактор притяжения» «Многие из них стали моими друзьями» «В своей новой книге «Жизнь без ограничений» вы рассказываете о гавайской системе» «Это значит, что у закона притяжения есть некие минусы, и он не совсем хорошо работает» «Жизнь без ограничений – это система продвинутого уровня» «Большинство людей не знают даже секрета притяжения» «Я учу их этому закону, чтобы они закончили первый уровень» «После этого я учу их высшему уровню, который включает жизнь без ограничений» «Это не значит, что предыдущее учение было плохим» «Это значит, что есть новые ступени» «Это самый мощный инструмент исцеления, которым я знаю» «Это самый простой инструмент очищения и исцеления, который я знаю» Он легкий, он не требует никаких усилий, и он бесплатный. Человек, о котором мне рассказал Марк, его имя доктор Ху Лин. И доктор Ху Лин работал в психиатрической лечебнице для осужденных. Это неспокойное место, где люди содержались либо прикованными к кроватям, либо в наручниках. Никто из врачей не мог помочь. Никакие врачи, никакие терапевты. Ходя в эту клинику, нужно было держаться спиной к стене, чтобы видеть, что никто не нападает. Это ситуация, в которую попал Ху Лин. Сейчас приготовьтесь к чудесам. Доктор Ху Лин был там и помог излечить каждого из этих душевнобольных преступников. Он это сделал таким путем, который невозможно поверить. Он сделал это, используя гавайскую систему исцеления, где вся работа проводилась им самим с собой. Излечивая себя, он помогал другим пациентам. И теперь можете представить, что когда Марк рассказал мне эту историю, я подумал, что он сошел с ума. Хороший парень, но проглотил ложь. Я должен был узнать это сам. И я нашел этого терапевта. Я разговаривал с ним и учился у него. В итоге я написал с ним книгу. Я проводил семинары с ним. Он научил меня тому, как он излечивал душевнобольных преступников. А теперь я учу, как использовать один и тот же процесс для любых проблем в собственной жизни. И я научу этому каждого из вас. Все понятно? Первое, что я понял, и об этом говорил Марк, это абсолютная ответственность за все в своей жизни. Это больше, чем ответственность за то, что только вы делаете в своей жизни. Абсолютная ответственность означает, что ты ответственен за то, что делает каждый. Когда вы видите автомобильную аварию, и вы в ней не виноваты, вы просто ее видите. И в то же время, в определенной мере, вы привлекли эту аварию. Большинство людей не хотят брать на себя полную ответственность. Но если вы хотите изменить свою жизнь, начать стоит с принятия полной ответственности за все, что происходит. Я бы сказал так. Если это случается в вашей жизни, то определенным образом вы несете ответственность за то, что произошло. Когда эта девушка говорит, что хочет визу, сам тот факт, что вы услышали ее желание, это уже участие в осуществлении этого желания. Когда доктор Хулин был в этой больнице для душевнобольных, он задал себе вопрос, что я сделал, чтобы это создать. Все остальные пытались повлиять на самих этих осужденных, врачи, терапевты, всех, но это ничего не давало. В противоположность всем им, доктор Хулин работал над проблемой внутри самого себя. Когда он очищал самого себя, когда он решал эту проблему в себе, пациенты излечивались. Как же он это делал? Я был потрясен. Я хотел узнать больше. И я задал ему вопрос, каким образом вы это сделали? Что вы делали внутри себя, чтобы исцелить самого себя? И он ответил мне, все, что я делал, я очищал. Когда я спросил, как это сделать, он назвал мне четыре утверждения. Одно из них, мне жаль. Другое, пожалуйста, прости меня. Третье, спасибо. И последнее, я люблю тебя. Я задал вопрос, каким образом эти четыре утверждения исцеляют людей вокруг тебя. Первое, что надо помнить, что проблема не вовне. Проблема внутри тебя. Если вы видите проблему в мире, вы должны воспринять ее своим собственным мозгом. Вы можете пережить проблему только внутри себя. Вы не можете пережить ее вовне. Все, что вам нужно сделать, это очистить восприятие внутри самого себя. И как только вы очищаете эту проблему внутри себя, внутри собственного разума, окружающий мир начинает меняться, и способ очищения собственного разума – это повторение этих утверждений. Я повторяю эти четыре утверждения все время, начиная с момента, когда я вошел сюда вчерашним утром. Я делаю это для того, чтобы очистить проблемы, с которыми вы сюда пришли, и которые на самом деле во мне. Когда вы говорите о своих намерениях, я очищаю себя, чтобы вы могли получить то, что вы желаете. Когда девушка сказала, что хочет визу, я провел очищение от всех блоков внутри себя. И совсем недавно она подошла и сказала, что кто-то ей уже предложил помощь с визой. Проблема не снаружи вас, проблема всегда внутри вас. А потому вы должны взять полную ответственность за все то, что вы слышите. И способ очищения от всех проблем, которые у вас есть – эти четыре утверждения. Позвольте мне объяснить, как это работает. Именно так доктор Ху Лин объяснял это мне. Сначала вы видите проблему. И вы принимаете проблему. В данном случае это душевнобольные, осужденные в клинике. И вы понимаете, что в определенном смысле вы несете ответственность за это. Не зная почему, не зная как. Все это происходит подсознательно. Помните, я говорил о сознании и подсознании. То, что приводит к проблемам, как правило, находится в области подсознания. Доктор Ху Лин говорит, мне жаль. Он говорит, мне жаль, потому что я не знал, что это создаю. Я не осознавал этот процесс. Он добавляет, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, прости меня за то, что я не знал, что я делаю. Пожалуйста, прости меня, что я не осознавал, что создаю эту проблему. Потом он говорит, спасибо. Спасибо за решение проблемы. Спасибо за очищение проблемы. Спасибо за то, что это ушло из моего подсознания. И потом он говорит, я люблю тебя, потому что он хочет снова соединиться с источником божественной любви. Состояние, когда ты полон любви, это когда с миром все в порядке. Итак, как это может сработать для вас? Подумайте о проблеме или ограничении, о котором вы знаете, что оно есть в вашей жизни. Что-то, что бы вы хотели изменить. Это может быть даже кто-то другой, кого бы вы хотели изменить. Некая проблема, которую вы хотите стереть. Выберите одну из них прямо сейчас. И первое, что вам необходимо сделать, это осознать, что вы помогли создать эту проблему. Это очень сложная техника. Но это билет к чудесам. Потом вы говорите, мне жаль. Думая о проблеме или человеке, или о каком-то внутреннем ограничении. И снова вы говорите, мне жаль, потому что я не знал, каким образом я этому поспособствовал. Это было неосознанно. Вы не говорите это какому-то конкретному человеку. Вы не говорите этого вслух. Это как молитва Богу или высшему разуму. Или вселенной. Вы просите помощи у высшей силы. И говорите, мне жаль, я не знаю, каким образом я это создал. Потом вы говорите, пожалуйста, прости меня, потому что я не знал. Потом вы говорите, спасибо Господи, спасибо высший разум, спасибо вселенной за помощь в решении этой проблемы. И потом заканчивайте словами, я люблю тебя. Это утверждение, направленное на то, чтобы соединиться с источником божественной силы. Это те предложения, которые доктор Ху Линк крутил в своей голове. Снова и снова и снова. И по мере того, как он это делал, этим пациентам становилось лучше. Вы только представьте, насколько серьезна была проблема. Он был в больнице для душевнобольных преступников. Большинство считало, что вылечить этих людей в принципе невозможно. А он использовал эти фразы, и он исцелил их. И если он смог сделать это, неужели вы не сможете решить какую-нибудь маленькую проблему в своей жизни, используя тот же метод? Я думаю, больница для душевнобольных, где постоянно менялся персонал, оставляли работу доктора, медсестры, не согласился бы с этим утверждением. И помните, что доктор Ху Линк не работал с пациентами. Он не работал с людьми вообще, он работал с собой. Эта мощная техника дает вам конкретно возможность изменить всю Вселенную. Просто посмотрите, это замечательная возможность. Вы в состоянии решить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, используя эту технику. Слышали фразу, что вы создаете собственную реальность? Доктор Ху Линк говорит следующее. Если собственную реальность создаете вы сами, и в нее входит кто-то, у кого есть проблема, то не вы ли создали эту проблему? И вы создали все это. И именно вы можете очистить любую часть этого. То есть, все, что вас беспокоит, деньги, отношения, здоровье, все, что угодно, может быть исцелено вот этим путем. Вы видели, наверное, в магазинах, вот такие очки, которые надеваешь, и там виртуальная реальность. Ты либо машину водишь, либо летаешь по воздуху, или когда в компьютерной игре, воюешь с кем-то и становишься ее частью. Представьте, что мы носим эти очки так давно, что забыли, что они на нас. Но компьютер, который управляет очками, подсоединен сзади к голове. То есть, все, что происходит в этих очках, все происходит внутри и переходит туда. Если вы посмотрите на это, как на собственные сны, а сны нам снятся каждый день, или как в этих виртуальных очках, такая модель поможет вам понять, компьютер, о котором мы говорим, происходит из нашего сознания. Давайте разберем пример. Здесь был задан вопрос, должна ли я использовать одну фразу или все вместе. Мы обнаружили, что труднее всего людям говорить «мне жаль» и «пожалуйста, прости меня». Что значит, что когда ты говоришь «мне жаль», что-то не клеится здесь. И стимулы, и реакция находятся внутри нашего собственного компьютера. Мы думаем о чем-то, получаем реакцию, думаем, получаем реакцию. Одни и те же вещи, постоянно. Мы не можем остановить это и взываем «пожалуйста, помоги мне». И наше сознание это не контролирует, что-то другое имеет контроль над этим. Один из моих учителей – это духовный учитель. Он сказал, что ключ к озарению, ключ к свободе – оказаться посередине между стимулом и реакцией, вбить между ними клин. То есть тот процесс «мне жаль», «пожалуйста, прости меня», «спасибо, я люблю тебя», начинает разделять стимулы и реакцию. Представьте, что осужденный доктора Хулин был во сне. Так вот, что доктор Хулин решил сделать. Вместо того, чтобы воспринимать его как осужденного, он изменит свою реакцию теми самыми словами. Теперь герой в его снах, этот осужденный во сне, начинает получать любовь вместо осуждения. И это меняет все. Даже если вы не верите в это, как несколько человек здесь, которые говорили, что не веря в это, я попробовал, и это произошло. Вы получите подтверждение и результаты в своей собственной жизни. Как это изменится? И я и Джо делаем это все время. Когда что-то происходит, Джо задает мне вопрос, очистил ли ты это? И мой мозг не мог найти решение, потому что застрял. Но я вбиваю клин, рушу связь между стимулом и реакцией теми словами. И что происходит? Это компьютер, высший разум, Бог, Вселенная, что вам угодно. Теперь его время создать новую реакцию. И эта новая реакция возвращается к самому началу. Теперь возьмите вашу собственную жизнь. Поиграйте с этим экспериментом. Попробуйте это применить, чтобы изменить что-то. Я надеюсь, что это помогло понять немного лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Джо, может так случиться, что пройдет еще какое-то время и появится другая система, например, московская, более совершенная. Это вполне возможно. Я открыт для познания нового. Москва и Россия очень старые, очень мудрые. Здесь много историй. Я увидел много вещей, которых никогда до этого не видел. И если я найду что-то новое, я поделюсь с людьми. Будем ждать. Система притяжения работает не только по отношению к деньгам. С ее помощью можно изменить отношения. Можно найти свою любовь, наверное. Конечно, вы можете найти любовь. Закон притяжения работает для всего. Чаще я говорю людям о деньгах. Но это можно использовать и для здоровья, и для отношений. Как можно стимулировать взаимоотношения? Я скажу вам две вещи. Помните ощущение, которое было у вас на первой встрече. Приятное волнение, которое вы испытывали. Когда вы будете делать так, вы будете давать ту любовь, что была в начале. И второе, спросите своего партнера, что он хочет делать, что ему необходимо, чтобы быть счастливым. Что он хочет делать сегодня, вечером, завтра или в эти выходные. И дайте ему это. Мысли о другом заставят вас самого пробудиться. Мы сегодня говорили и о деньгах, и вот сейчас о любви. Что составляет смысл вашей жизни, Джо? Счастье. Счастье. Я думаю, это то, чего хочет каждый из нас. Одни хотят деньги и думают, что когда они будут, они будут счастливы. Мы говорим, что хотим отношений, потому что эти отношения сделают нас счастливыми. То, что мы хотим все на фундаментальном уровне, это счастье. И это то, чего хочу я. Мне очень интересно узнать о вашей фамилии. С латинского Виталия. Витальный, жизненный, живой. Это ваша настоящая фамилия? Да, это мое настоящее имя, которое я получил при рождении. Оно означает жизнь. Жизненность. Это энергия жизни. Да. Это то, что значит мое имя. Джо, ну не всем так повезло с фамилией. Бывают разные обстоятельства, и родители награждают разными фамилиями. Как найти свой смысл в жизни? Как найти свое призвание? Независимо от фамилии. Я советую людям представить, что они будут делать, если у них будут все деньги в мире. Представить, что у них есть все, что они когда-либо хотели. Это первое. Второе, что я прошу их сделать, это представить, что они делали, когда были детьми. Во что играли, вы рисовали, писали, какой вид спорта. Это изображение того, что вы хотите делать в жизни все остальное время. Что мы будем делать сейчас, это как раз упражнение на выяснение собственной миссии в жизни. Прошу вас поделиться своими мыслями с теми, кто рядом с вами. Вы будете рассказывать, что вам нравилось делать, когда вы росли. Вопросы, которые вы будете себе задавать, что доставляло удовольствие, когда вы были ребенком. Что вы мечтали сделать, когда вы вырастите. Когда вы лежали, засыпая ночью, о чем мечтали в этот момент. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы чувствовали себя наиболее живыми. Вспомните все свои хобби и то, чему вы посвящаете свободное время. Подумайте, чем бы вы занялись, если бы не нужно было ни о чем беспокоиться. Ни о деньгах, ни о здоровье, ни об отношениях, ни о чем другом. Подумайте, чем бы вы занялись после того, как у вас появился бы прекрасный дом, пять машин. Вы восемь раз объехали весь мир. У вас уже 20 тысяч платьев. Марк, ты продолжишь? Да, хорошо. Вот есть такой важный вопрос, когда вы достигли уже всего, о чем мечтали в свое время. Отношения, квартиру, машину. Что тогда вы бы сделали, чтобы мир стал лучше? Что вы сделаете для других? Это и будет ваша настоящая миссия в этом мире. Как стать счастливым прямо сейчас? Вот вы можете дать какую-то рекомендацию, очень практическую для исполнения? С чего начать? Чтобы быть счастливым прямо сейчас, нужно вернуться к благодарности. Составить список вещей, за которые вы благодарны прямо сейчас. Это может быть чай, окружение, вы. Что бы это ни было, скажите спасибо, и вы почувствуете, что вы счастливы. Джо, я очень благодарна, и наша съемочная бригада очень благодарна вам за время, которое вы нам уделили, за рецепты, за ваши знания, которыми вы можете поделиться и хотите поделиться. Вы очень интересный собеседник. Мы очень ждем вас в России снова. Спасибо. Спасибо большое. Мне нравится здесь. Я тоже очень хочу приехать к вам еще раз. Спасибо. Спасибо. Ха-ха-ха. Играет музыка. Играет музыка.